Так стояли они перед Гитлером, сбавшим их на преступную войну. Так стоят они перед нами. Так награждали их железными крестами после вступления в Париж. Так наградили их в Сталинграде. Так выступали отборные немецкие полки. Такими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. Двадцать четыре гитлеровских генерала взяты в плен. В числе пленных генералов, командующих группой немецких востров, войск под Сталинградом, генерал-фельдмаршал Паулюс. Генерал-фельдмаршал Паулюс. Его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт. Генерал-лейтенант Шумилов проверяет документы плененного фельдмаршала. Генерал-фельдмаршал Паулюс. Фельдмаршал Паулюс. История войн не знала подобных примеров окружение и уничтожение столь большого количества регулярных войск до предела насыщенных современной техникой. Вот она, эта техника. За время генерального наступления с 10 января по 2 февраля нами захвачено 750 самолетов, 1550 танков, 6700 орудий, 61 тысяча машин. КОНЕЦ 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 Освободители Сталинграда и первые вернувшиеся в город жители собрались на торжественный митинг. КОНЕЦ 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 Скоро встанет из развалин город народной славы. Город дважды на протяжении четверти века, сыгравший решающую роль в жизни нашей страны, город Сталина, Сталинград. На века будет записана в историю Великая битва, выигранная Красной Армией под водительством Сталина. КОНЕЦ 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 Вот он, дошедший до берегов Волги, солдат немецко-фашистской армии. Вот он, переходящий Волгу. Так бесславно кончился авантюристический план немецкого командования захватить Сталинград, окружить и взять Москву. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ